Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы с вами познакомимся с дебютом Элишадом. Я покажу вам некоторые свои идеи, свои мысли, как, на мой взгляд, лучше всего бороться против этого коварного варианта. Этот дебют стал уже достаточно популярным в интернете. Вполне возможно где-то встретиться и в турнирных партиях. Но все же автор книги дебюта Элишада Игорь Немцев советует своим сторонникам играть этот вариант в быстрых шапотах и в блице. И мне кажется, этот дебют несколько некорректный, потому что за белых находятся очень сильные продолжения. И вот здесь, например, если черный играет с g5, идея этого дебюта Элишада слона поставить на g7 и коня перевести на f8 и в дальнейшем либо на e6, либо на g6. Ферзя, как правило, выводит на a5. И если черным позволить так расставиться, то действительно позиция черных очень опасная и достаточно интересно играть за черных. Но я предлагаю не давать черным никакой игры и играть сразу h4. Сразу подрываем пешку. Здесь несколько вариантов. Ну, давайте посмотрим сначала партию, где белыми играл Егоров, черными немцев. Как раз автор книги. Партия была сыграна в 2016 году, ну и закончилась достаточно быстро. После размена съели лазье, черные насъедают, слон g5. Выигрыш пешки, правда, ненадолго. Черные играют ферзь b6, нападают сразу на две пешки. На d4 и на пешку b2. Пешку d4 стоит защитить, она все-таки центральная, более важная. Черные отыгрывают пешку, нападают на коня, его надо тоже защитить. Слон на g5 у нас сейчас особо никакой пользы нам не приносит, поэтому лучше всего слоном возвратиться. И идея пойти лазья b1, прогнать этого ферзя. Лучше всего ферзю отойти на b6, ладья b1, прогоняем ферзя на c7 и спокойненько делаем искусственную рокировку. Король идет на f1, черные играют конь f8, согласно идеям дебюта. Король g1, конь g6. Теперь у нас все фигуры выведены, кроме ферзя, но слон на d2 несколько неуклюжий стоит, надо его поставить на e3. Черные сыграли ферзь a5, напали на коня, надо его защищать, заодно выводим ферзя в игру, c5, но после хода c5 ослабляется поле b5. Белые сразу же залезают сюда ладьей, и после хода ферзь a3 белые походили конь d5. Угроза пойти ладья a5, выигрыш ферзя, и угроза сделать вилку на c7. И поэтому черные здесь сдались. Ну, давайте немножко проанализируем с конца, так скажем. Допустим, на ладья b5 черные могли пойти ферзь d8. Здесь лучше съесть пешку на c5, dc, dc. Ну, есть более спокойный вариант, но там надо еще постараться выиграть. То есть, это банально выиграть пешку на c5, съесть ее ладьей. Черные должны есть нашего ферзя, b6, ладья должна отойти, слон b7, некоторые начинают оказывать давление на пешку e4, но мы играем c5, пользуемся связкой на пешку и слона, слон c3, слон c3, слон e4, cbb, ладья b6. Ну, брать пешку на a2 нельзя, последует ладья b8 шаг, король должен отходить, и мы играем тогда слон b5 шаг, король отходит, и выигрываем фигуру. Поэтому здесь следует сыграть конь f4, напасть на слона, все равно делаем шаг, король f8, слон e5, нападаем на коня, конь должен отходить, ладья a6, ну и после размена, у нас лишняя отдаленная проходная пешка, позиция лучше, но надо еще точно играть, чтобы довести эту партию до победы. Теперь я предлагаю посмотреть, вот с этого момента, ферзь d8, значит, мы съедаем пешку, но более сильнейшее продолжение, это конь d5. Ставим коня на очень сильную позицию, черные должны реагировать, нападать на этого коня, и мы жертвуем коня, играем слон c5. Съедает нашего коня, мы съедаем пешкой e, открываем линию e, хотим поставить ферзя на поле e3. Допустим, черный конь e7, мы ферзь e3, b6 прогоняет слона, слон отходит, слон a6 прогоняет ладью, ладья отходит, и наша идея сейчас, это пойти пешкой на d6, отыграть фигуру, и быть с лишней пешкой. Черные должны отходить, мы конь g5, конь начинает потихонечку присматриваться к пешке f7, допустим, черный играет слон e5, избавляясь от связки, ну и от давления на коня e7, от связки-то они еще не избавились, от давления уже избавились. Ферзь должен отходить, на h3, допустим, слон f4, и вторая жертва коня, ферзь h7. Мы сейчас напали на мат, надо съедать коня, мы играем ладья f3, снова напали на мат, король e8, ферзь f7, шаг королю, надо уходить, ферзь e6, король c7, d6, король b8, и здесь мы отыгрываем фигуры, и в итоге у нас две лишние пешки, и после хода ладья e3, мы угрожаем пойти ладьей на e8, связать ферзя с королем. Ну, а теперь давайте с самого начала, теперь непосредственно к варианту. Значит, предлагаю переместиться к первому ходу, еще раз на ходы внимательно посмотреть. Значит, e4, боремся за центр, h6, развиваем слона, на мой взгляд, это сильнейшее продолжение, g5, и h4. Естественно, черные не обязаны играть, как в партии слон g7, они могут съесть пешку на h4. Ну, Игорь Немцев в своей книге также и говорил, что у черных в подобных позициях два продолжения, либо слон g7, либо съедать пешку на h4. Правда, он рассматривал несколько другие позиции, вот данную конкретную позицию он в своей книге не рассмотрел. Конь f3, нападаем на пешку h4, заодно развиваем коня. Ну, допустим, черные пойдут слон g7. Мы съедаем пешку h4 конем, конь f8, согласно идеям этого дебюта, слон e3, конь g6, предлагая ретмен, но мы не соглашаемся, нам это не надо. поле f5 слабое, пускай таким и останется. Играем ферзь d3, готовимся к длинной рокировке. Конь h4, мы съедаем, конь f6, длинная рокировка, позиция белых намного лучше. Ну, давайте посмотрим некоторые ходы. Здесь, конечно, тяжело уже за черных что-то придумать, ну, допустим, h5, иначе, если не пойти h5, мы пойдем ладья h1 и съедим пешку на h6. Но на h5 все равно идет, ладья h1, ферзь a5, лучше всего сыграть слон d2, слон встает напротив ферзя, угроза типа конь d5, с последующим давлением на ферзя и угроза где-то вилки поставить, поэтому лучше всего ферзю вернуться назад. мы теперь уже f4, красиво, 4 пешки по центру ставим, e5, c5 подрыв, ed, ферзь d4, dc, съедаем пешку на c5, ферзь e7, поменялись, e5, конь должен отдойти на e8, и теперь мы наконец-то выигрываем пешку. У нас лишняя пешка, сильные центральные пешки, потом g4 еще пойдем, слон на g7 в данный момент выключен из игры, позиция белых лучше. И, ну здесь помимо хода слон g7 можно еще пойти конь f6. Тогда мы играем e5, ну и здесь несколько продолжений. Можно отойти конем на g4, тогда мы скидаем пешку, слон нападает на коня, его надо защищать, h5. Мы своего слона не отдаем, можно конечно съесть на g4, но на ход а g, ферзь g4 же у нас нету, то есть смотрите, слон g4, а g, ферзь g4, и захода конь e5. Поэтому лучше такого слона не отдавать, играем f3, прогоняем коня, конь должен идти на край доски, потом размен пешек, открываем линию e, и ферзь d3, контролируя поле f5, еще раз, лишний раз. Слон g7, слон f4, сразу нападаем на слабую пешку d6, конь должен отходить, теперь ферзь ее защищает, длинная рокировка, черным скорее всего следует сделать короткую рокировку, ферзь d2, нападаем на коня, который стоит на h6, конь идет на f5, слон d3, нападаем на этого коня снова, и жертвуем пешку на d4, если ее съесть, играем слон a6, и после размена е8, g4, у нас очень сильная атака на короля, и черным от нее не спастись. Ну, и также, на наш ход e5, у черных есть возможность сразу съесть эту пешку, d3, мы съедаем, конь g4, тогда мы ведем пешку вперед, e6, заставляем ее съесть, теперь, у черных открывается вот эта диагональ, слабые сдвоенные пешки по центру, играем конь d4, конь нападает на пешку e6, слон нападает на коня g4, надо защищать коня, конь e6, ферзь отходит, теперь ферзь угрожает съесть пешку на f2, есть очень сильный ход слон e3, брать кстати слона нельзя, потому что мы съедим пешку, и после ладья h5, ферзь h5, мы ставим мат, поэтому на слон e3, лучше всего съесть пешку на b2, мы играем слон d4, слон встает, с одной стороны смотрит в сторону ферзя, с другой стороны смотрит в сторону ладьи, надо защищать ладью, мы играем конь d5, подключаем второго коня в атаку, ферзь должен отходить, ладья h3, снова нападаем на ферзя, ферзь снова должен отойти, конь c7, шаг, король отходит на f7, c5, не торопимся съедать ладью, она никуда не уйдет, ну, и здесь, если черные съедят нашего коня, то мы его съедаем, и у нас лишний ферзь за две фигуры легкие, а если пойдут на ход c5, ферзь d7, то мы играем слон c4, допустим, слон a6, и тогда конь a8, выигрыш ладьи, если не пойдут слон a6, а защищат ладью, то у нас здесь есть конь f8, мне кажется, или конь g5, можно, конь g5, атака на короля очень страшная, здесь тяжело вообще защищаться черным, позиция белых намного лучше, если у кого-то какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, если вопросов накопится достаточно много, может я сделаю второй выпуск, чисто по вашим вопросам, также пишите свои комментарии, свои мысли, по поводу этого ролика, ну и подписывайтесь на мой канал, всем пока, до новых встреч, пока,